Сегодня мы поговорим о нутриенте, который недополучают 90% людей, с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Нутриент, которого недополучают 90% людей. Вчера я разобрала, почему БАДы не могут заменить еду и, главное, не снижают риск развития заболеваний. Так что принимать кучу БАДов – это не просто бесполезно, но и может навредить. Делюсь советом, который поможет снизить риск развития ряда заболеваний. Эта рекомендация действительно работает. Когда вы снижаете риск возникновения заболеваний, то продлеваете вашу жизнь. А главное, эта рекомендация подкреплена огромным количеством научных исследований. Итак, к сожалению, большинство людей едят мало клетчатки. По оценкам Джа более 90% женщин и 97% мужчин не съедают минимальную норму клетчатки, это плохо отражается на вашем здоровье. Очень важно это изменить. Итак, клетчатка – это тип углеводов, которые организм не может переварить. Почему важно включить много клетчатки в свое питание? Первое. Клетчатка снижает риск заболеваний сердца. Например, растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как клетчатка связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма. Из-за уменьшения количества доступных желчных кислот печень будет забирать холестерин из крови для производства новых желчных кислот, тем самым снижая уровень холестерина в крови. Также потребление клетчатки связано со снижением риска развития метаболического синдрома. Второе. Клетчатка снижает риск диабета. Недостаток клетчатки в питании, особенно нерастворимой клетчатки, связан с повышением риска развития диабета. Хочу уточнить, что именно цельные злаки, например, геркулес, бурый рис с высоким содержанием клетчатки могут снизить риск развития диабета. Третье. Защищает от дивертикулярной болезни. Крупные исследования показывают, что клетчатка защищает от возникновения дивертикулярной болезни. Защитное действие оказывает, прежде всего, клетчатка из цельных злаков, кожуры фруктов, листовой зелени и бобовых. Четвертое. Предотвращает запоры. Хронические запоры повышают риск развития дивертикулярной болезни и геморроя. Например, некоторые виды растворимой клетчатки связываются с водой, образуя гель, который помогает смягчить и уплотнить стул. Еще некоторые виды клетчатки действуют как пребиотики, являются пищей для бактерий в кишечнике, которые ферментируют клетчатку в короткоцепочечные жирные кислоты и увеличивают количество воды в кишечнике, что делает стул более мягким. Пятое. Снижает риск некоторых видов рака, рак кишечника, рак груди. Крупные исследования показывают, что достаточное потребление клетчатки снижает риск развития рака молочной железы. При сравнении самого высокого и самого низкого потребления клетчатки риск развития рака молочной железы снизился на 25%. А еще метаанализы обнаружили значительную связь между питанием с высоким содержанием клетчатки и снижением риска развития рака кишечника. Вся информация, которую вы прослушали, основана на 24 качественных научных исследованиях, но это далеко не все. Ссылки на исследования вы найдете в описании. По старой схеме берете на вооружение, а спустя месяц возвращаетесь к этой информации и оставляете развернутый комментарий для таких, как и вы людей. И еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!